Доброе утро, вы слушаете Финал МФМ, меня зовут Елена Лихачёва. Здравствуйте. Волосы, не зубы, отрастут. Возможно, вот эта поговорка как-то утешает взрослых, но не всегда детей. Вот насколько я помню, в моём детстве поход к зубному и поход в парикмахерскую по уровню стресса всё-таки был практически одинаков. То есть и там как-то страшно, больно, плохо, и там тоже как-то непривычно, страшно, больно, плохо, и не хочется туда идти. Но это было в моём детстве. Сейчас у современных детей всё-таки веер возможности чуть больше, чем у нас был когда-то, там, не будем говорить, сколько лет назад. Благодаря, кстати, во многом и нашей сегодняшней гости. Мария, доброе утро. Спасибо огромное за то, что к нам сегодня приехали. Здравствуйте. Здравствуйте. Мария, вы в России сколько лет уже? 16 лет. Уже 16 лет. То есть вообще чуть ли не полжизни, вероятнее всего, да? Да, да. Такая уже вторая родина где-то. Да, уже москвичка. Уже практически москвичка. Все ваши дети живут вместе с вами? Да. Все четверо? Все четверо. И все четверо говорят по-русски? Да, очень хорошо. Говорят по-русски, по-французски и по-английски. А вы замужем за французом? За французом. За французом. То есть такая семья, мама-американка, папа-француз, а живут в России? Да. Классика. Классика современного такого постиндустриального мира. Вы когда решили, что будете не только журналистом, не только наемным менеджером, но и предпринимателем, да еще и на территории России? Когда вот этот момент произошел с вами? Ну, вы знаете, на самом деле я раньше работал в рекламе, это был в журнале «Эли», «Счастливые родители», и когда родился первый ребенок, очень долго не работала. И как-то пришло время, где я хотела что-то делать, но я поняла, что будет сложно с детьми каждый день идти на работу, в офис, и выйти там до шести. И пришла вот такая идея открыть «Чик-Чик», потому что я видела, что в Москве вот такого в принципе нет. Это какой год был? Мы открылись в 2007 году. А на 2007 год не было ни одной детской парикмахерской в Москве, хотите сказать? Мне кажется, это уже как-то существовало. Были какие-то, ну, именно то, что я хотела делать, ну, типа в таком американском стиле не было. А что значит в американском стиле? Да, я знаю, что такая идея, она, конечно, реализована уже и в Америке, и в Европе, и там есть целые сети, да, именно детских парикмахерских. На самом деле больше всего в Америке. Больше в Америке, в Европе меньше. Я видела такие в Европе, но наверняка, да, если вы говорите, я вам доверяю, в Америке действительно уже такое ноу-хау. Что значит в американском стиле? В американском стиле, сперва, что там специальные детские кресла в виде машинки, самолётик, у нас там перед каждым креслом мультики, игрушки. Ну, в принципе, самое главное, мне кажется, это кресла, потому что и были вот такие детские парикмахерские уже в Москве, но, в принципе, и были вот такие обычные кресла. То есть самое важное, чтобы ребёнок захотел сесть. Сесть и успокоить. Это правда. Прежде чем его загонишь в это кресло и скажешь, посиди немножечко спокойно, пройдёт действительно много времени, много нервов приходится потратить. То есть самое главное для того, чтобы ребёнок там сидел, это нужно красивое кресло. То есть сколько у вас сейчас там кресел? У нас в салоне на Якиманке у нас три детские кресла, две машинки, один самолётик и ещё вот такое взрослое кресло, где детская подставка, потому что у нас бывает и мама и пап стряжутся иногда у нас, подростки. Ну, есть ещё вот такая кресла. Понятно. Значит, перед каждым экраном обязательно нужно разместить какие-то панельки, на которых будет показываться что-то, ну, видимо, всё-таки мультики. То есть ребёнок должен, в принципе, отключиться от процесса, отвлечься. Что ещё входит в американский стиль? Ну, я думаю, философия, что клиент всегда прав. Так, вот с этого момента поподробнее. А были сложные моменты, когда пришло в себя уговаривать, нет-нет, он всё-таки прав, хоть она, конечно, сейчас бы полбивала. Да, есть часто такие моменты, но мне кажется, что человек приходит к нам, они платят нам деньги, и в любом случае как-то нужно найти с ним общий язык, даже если там какой-то момент, где можно сказать, а может быть, ну, не прав, не прав, но как-то он прав. А какие самые сложные моменты, когда хочется прям сказать, что, слушайте, ну вы, что вы вообще делаете, вы, конечно, клиент, но вы так не правы, но вы этого не говорите. Какие всё-таки вот есть такие пограничные моменты? Ну, вы знаете, когда это, ну, кто-то недоволен стрижкой, это, в принципе, я могу понять, потому что стрижка – это очень вот такая субъективная вещь. Потому что той же самой стрижкой можно одному человеку, ну, очень понравиться, а другой скажет, а это вообще я не люблю. Но был вот такой момент несколько месяцев назад, где клиент пришёл там с ребёнком, и мы обычно даём конфету после стрижки. Ну, типа там ребёнок хорошо посидел, мы говорим, молодец, вот в подарок маленькая конфетка. И один ребёнок уходил, мы дали конфетку, и там рядом был ребёнок, который ещё даже не начал стрижку. И, ну, он как-то смотрел, и я сказала, ну, когда ты закончишь, я тебе тоже дам. И мама пришла с ребёнком, он сел, и тогда мама к мне вернулась и сказала, ну, вы знаете, у нас в России принято давать и до стрижки, и в течение стрижки, и после стрижки конфетка. И сказал, вы иностранцы такие жадные. Прям вот так, да? Это редко бывает, потому что всё-таки люди обычно понимают, что я хозяйка, и они могут себя иногда вот так вести, может быть, скажем, с мастерами, а со мной как-то, ну, получше. А здесь, да, ну, в этом случае я подумала, я улыбнулась, я подошла потом к креслу с конфетой коробки, я сказала, пожалуйста, пилиться, сколько конфет вятится. Да. И всё. Ну, в общем, я бы тут, может быть, воздержала бы этот комментарий, но если бы я, допустим, не удержалась и всё-таки стала комментировать, то я бы, например, такой маме бы прокомментировала следующее. Очень, конечно, жаль, что вы именно такую политику исповедуете в общении с вашим ребёнком, потому что когда ваш ребёнок вырастет, он не поймёт самое главное, что конфеты, а потом и прочее удовольствие в жизни взрослого уже человека, в принципе, должны даваться и, к сожалению, даются исключительно за что-то. Мне тоже кажется. А не просто так, до стрижки, во время стрижки. Ну, да. И вообще в течение жизни никто не будет давать вашему ребёнку конфеты. Мне тоже кажется, что это неправильно, но если маме это было так важно, ну ладно. Ну да, кто же будет спорить с мамой? Ну да. Ну, боги, это же мама. Ну, это исключение. Обычно наши клиенты, на самом деле, очень хорошие, очень милые, приходят и говорят, а как хорошо, что вы открыли вот такой парикмахерский, вообще приятно. Ну, бывает, случаем. Я вот недавно была в одном провинциальном городе, не так далеко от Москвы, и там тоже открыли, не помню уже, как называются, ну, вполне такое яркое заведение, тоже детское парикмахерское, всё в каких-то там оранжевых каких-то тонах. Сейчас много всё открывается. Да, весёленько так. И недалеко было как раз от того места, где я жила, и мне было видно окна, и там очень как-то мало было народа. Мне всё время казалось, что, может быть, как-то вот не в том месте, или, может быть, какая-то неправильная экономика, или, может быть, как-то люди себя недостаточно позиционируют на рынке, как-то не представляют себя, не рекламируются. А, может быть, в принципе, эта услуга, в общем-то, не особенно нужна. И люди по привычке всё-таки приводят своих детей куда-нибудь рядом с домом, или, например, там где-нибудь, где они совершают покупки, или где мама стрижётся, и уж ребёнка заодно. Вы знаете, у нас на самом деле не вот так, потому что сперва есть очень много детей, которые вообще не можно было бы встречать в обычном салоне, потому что в обычном салоне очень часто отказываются, особенно если ребёнок плачет, кричит. У нас на самом деле очень много детей боятся, и у нас бывают дети, которые просто кричат, кричат, и всё-таки мы можем их подстричь. То есть, в принципе, ваша аудитория – это дети, которых, видимо, один раз попытались где-то подстричь неудачно, да, может, напугали. Я сказала, 50% вот такие клиенты, а 50% просто потому что родители понимают, что у нас более весело, и из этого к нам приходят. Но на самом деле в начале, когда мы открылись, первый год было очень-очень тяжело, очень тяжело. А уже второй год как-то дело пошло, и сейчас у нас, например, на выходные бывает в один день, ну, в среднем 60 клиентов в один день. У нас было даже в конце августа до того, как школа открылась, в один день 75 клиентов. Ну, да, это в среднем 60, и у нас есть скидочные дни, там, в понедельник-среду тоже, где у нас в среднем, там, 40-50 клиентов. А в среднем, в принципе, в месяц, если так вот раскидать, какая средняя получается, среднее количество клиентов в день? Ну, на самом деле, у нас месяц бывает обычно где-то 900 клиентов в месяц. 900 клиентов в месяц. Да, давайте сейчас попробуем понять экономику, потому что всем нам будет выгодно, но вам в первую очередь, если рынок именно вот этой услуги, да, такой нишевой, прямо скажем, да, будет развиваться, и все будут понимать, что ребенка не надо везти во взрослую парикмаршку, а лучше бы, конечно, в детскую. Поэтому для тех слушателей, которые сейчас так ушки навострели, подумали, а почему бы мне не открыть что-либо подобное, да, мы сейчас попробуем, давайте сейчас по цифрам действительно пройтись и понять экономику. Итак, значит, 900 клиентов в месяц. Это на трех креслах? Да, на трех, и используя тоже это четвертый взрослый. Четвертый, который взрослый, да? То есть три кресла детских плюс одно четвертое взрослое и 900 клиентов в месяц. Уже прекрасно, я считаю, вот уже хорошо. Это очень хорошо. Да, значит, сколько один клиент в среднем, там, со всеми скидками приносит? То есть вот другим словом сколько стоит? На самом деле мы большинство все-таки зарабатываем на выгодные, субботы, воскресенье, когда скидки нет. И у нас стрижка тогда стоит 800 рублей. У нас тоже в продаже детские шампуни, взрослые шампуни, игрушки разные. Подождите, про сопутствующие товары и что вы на этом зарабатываете, это мы отдельно поговорим. Значит, 900 клиентов в месяц. Из них в основном все-таки стригутся без скидок, и это значит по 800 рублей каждый приносит. Что касается расходов, то есть вот сейчас уже перемножаем, да, и уже получается достаточно привлекательно. Что касается расходов, наверняка здесь очень важное место, как и в любом подобного рода бизнесе, локейшн, локейшн, еще раз локейшн. Вы знаете, на самом деле нет. Нет? Отлично. Нет, потому что на самом деле самая главная аренда, потому что аренды вообще, особенно в Москве, мне кажется, просто бешеные. Мне тоже так кажется. Да, бешеные. И работать только на аренду, это для меня лично неинтересно. Это значит, что на самом деле можно найти место, там нужна аренда, скажем, где-то примерно 150 тысяч рублей в месяц. Это вот ваш случай, да? Ну да, примерно. А сколько метров вы занимаетесь? У нас очень маленькое помещение в центре, это дорого 37 квадратных метров. 37 квадратных метров, 150 тысяч. Ну, нормально, в принципе. Ну, на самом деле нам уже на Якиманке нужно побольше места, потому что люди жалуются на выгодные, там очень много народа, места вообще нет. Но место на самом деле не так важно, потому что люди, особенно родители, ищут вот такую услугу по интернету. И они, особенно тем, которым очень-очень надо, вот такая услуга, они будут приезжать с любого места к нам. То есть в основном продвижение идёт не среди тех людей, которые живут в этом районе, да? А в основном, конечно, через сеть. Да, через сеть тоже очень много по рекомендации приходит. Ну, нужно сказать, наш второй салон в Капитолии на ручном вокзале всё-таки там гораздо быстрее всё пошло, может быть, действительно, потому что это в торговом центре. То есть там немножко другая модель, там всё-таки люди, когда просто мимо ходят и видят нечто яркое, ну, можно заодно ещё и подстрижать детей, там всё-таки, да, мотивация другая. Да, какой-то час были бы такие, да, клиенты, которые просто проходили мимо, но всё-таки опять, я сказал бы, большинство через интернет к нам пришли. Так, понятно. Что касается первого года, вы сказали, что было действительно очень тяжело. Мы теряли очень много денег первый год. А сколько вы вложили, в принципе, денег вот на старт? Ну, сейчас, чтобы открыть салон, ну, примерно 20 тысяч долларов. 20 тысяч долларов вот на такой салон, как у вас, да? В основном это... Ну, даже, наверное, около 30, потому что нужно считать там депозит, нужно ставить там на помещение, оборудование и так далее. А где вы заказывали такие кресла прикольные? На заказ сделали или из Америки привозили? За границей купили. За границей покупали. И сколько они стоят, так не помните? Ну, несколько тысяч долларов. Каждые, да? Так, вот еще один важный момент. Как вам сейчас кажется, вы поработали уже в Капитолии, да? То есть это большой торговый центр, где просто действительно большая проходимость. И вы поработали в не самом проходимом месте на Большой Екиманке, да? Куда люди приезжают специально, потому что увидели в сети, и продвижение в данном случае идет через сеть. Какую все-таки модель вы бы порекомендовали? То есть расположиться где-нибудь, где большой просто поток людей или запрятаться где-нибудь в центре, но хорошо позиционировать себя в сети? Уже все зависит от аренды. Если можно найти в торговый центр, где аренда нормальная, тогда, конечно, лучше в торговом центре. Но обычно в Москве хорошие аренды в торговом центре очень тяжело найти. Ну, бывает, бывает. Ну, вот, например, в Капитолии удалось, да? Удалось. Ну, потому что есть некоторые торговые центры, которые очень хотят, ну, вот такой детской парикмахерской именно, и тогда они как-то готовы пойти на встречу немножко. Ну, все, кто рассчитаны на семейное посещение, это большинство, конечно же, в торговых центрах, если не все, могли бы пойти на некоторые уступки. Вы собираетесь открывать третий салон? Да. Где? Пока еще не знаю, но вообще сейчас, я думаю, мы будем достаточно быстро развиваться. Просто, как я сказала, первый год мы теряли деньги, это значит, второй год только начали зарабатывать, третий год открыли уже в Капитолии. Ну, и сейчас все как-то хорошо пошло, я думаю, мы будем каждый год, мы сможем хотя два салона открывать. Но мы тоже хотим развиваться сейчас по франшайзингу, потому что для каждого салона, скажем, если мы в регионах по франшайзингу открываем, мы сможем одну в Москве открывать. А в Москве вы тоже будете развиваться по франшайзингу? Или в Москве все-таки собственные будут? Собственно, сейчас мы в переговорах, возможно, мы один откроем по франшайзингу, но, в принципе, франшайзинг это будет только в регионах. Вы как-то территориально, что касается в Москве, да, вы территориально как-то ограничиваете себя? Ну, другими словами, там, в спальные районы тоже рассматриваете? Это тоже возможно, да. Я думаю, сейчас самое главное, я думаю, в Москве можно без проблем открыть, ну, минимум 10, мне кажется. Но нужно сперва идти, что каждый как-то край, ну, разных сторонях Москвы, чтобы они не были рядом с друг другом. Если сейчас мы на речном вокзале, скажем, следующий, там, вообще на другом стороне Москвы. Какой-то юго-западный. Юго-западный, например. То есть покрыть, в принципе, 10 салонами, ну, так, более-менее всю карту Москвы. То есть вот такая цель стоит, и это в основном будет, конечно, там, за каким-то исключением собственные салоны. Что касается регионов, да, то там франшайзинг. Что касается франшайзинга, вы же наверняка в курсе, да, ну, что, например, там, в российском законодательстве даже такого слова-то нет. Да, франшайзинг, то есть. Нет? Нет, да, у нас даже нет договора франшайзинга, у нас, например, есть договор концессии, это то слово, которое заменяет франшайзинг. Вот, то есть там не так все просто в России работать именно по франшайзингу, и для владельца франшизы, в общем, достаточно много всяких разных подводных камней. Вы прорабатывали этот вопрос для себя уже? Ну, это как-то немножко все в будущем, я знаю, что, да, какие-то сложности есть. Ну, я думаю, в России обычно, даже если что-то сложно, обычно можно как-то найти ответ на все эти вопросы. Ага, вот видите, какой интересный взгляд со стороны. Мы тут все ноем, что у нас много чего невозможного, и поэтому вот так. Человек со стороны понимает, что если даже что-то непонятное в России невозможно, то обычно находится какой-то способ все-таки решить, а какой? Такой риторический вопрос риторический, мы все знаем, какой. Ну, ладно, хорошо. Значит, я сейчас проверю, уточнили ли мы все экономические такие показатели, да, опять-таки, с прицелом. Один, ведь мне говорили, когда по поводу, какие там расходы в салонах, все-таки один самый большой, это зарплаты мастера, потому что это очень-очень сложно найти мастера, хорошие... Кладровый вопрос, это отдельная тема, да. Да, хорошие мастера, которые хотят с детьми работать. Это такая отдельная, действительно, сложная наверняка тема. Вы как-то на процентах, а не у вас, или на окладе? У нас на окладе тогда система бонусы. Но я думаю, у нас сейчас очень хороший коллектив, на самом деле, но я думаю, как-то мы можем привлечь людей, потому что у нас оклад, бонусы, вот такая все-таки стабильная зарплата, потому что обычно в салон красоты они могут зарабатывать очень хорошо один месяц, а очень плохо там следующий месяц. И обычно очень часто все неофициально. Мы постараемся там, мы все по трудовой книге. Вы как-то их обучаете, доучиваете, может быть, именно специфики работы с детьми? Ну, вы знаете, когда они приходят к нам первый месяц, они смотрят, мы советы даем, сразу же видно, если человек может работать с детьми или нет. У нас бывают мастера, которые вышли и через неделю убежали, потому что они просто видят, что это не своя работа. А кто умеет, на ваш взгляд, и кто должен, ну, исходя из своих умений и талантов, работать с детьми? Ведь наверняка же там педагогическое образование для вас-то не показатель. Правда? Да, ну, все люди просто разные. Есть просто, сразу же видно, человек, который любит с детьми работать, имеет вот такой подход как-то. И самое главное, что очень терпеливый человек, потому что не все могут там выдержать, особенно на весь день, когда 60 клиентов, и все кричат, бывает, вот такие дни. Не все могут в таком атмосфере работать. Молоко за вредность даете своим. Вы как мама четверых детей наверняка понимаете, да, действительно, и можете оценить, и наверняка у вас есть свои собственные критерии, с которыми вы как раз и подходите к человеку, может он или не может. Могли бы вы все-таки рассказать, вот вы видите в первый раз там женщину, например, там средних лет, по каким, вот не запуская ее в зал, да, не предоставляя ей возможность поработать, есть ли какие-нибудь у вас критерии, по которым вы уже понимаете, да или нет? Ну, самое главное, конечно, опыт работы. Это нужно, чтобы кто-то уже несколько лет работал в взрослом салоне, что уже хороший мастер. А кроме этого, это просто чувствуется, я не знаю, это инстинкт, это как, когда я выбираю няню или своих детей, или человек тебе нравится или нет. И снова самый главный критерий, мы приходим к выводу, нравится, не нравится. Главное, вот этому нравится, не нравится, доверять, и не глушить себе этот голос, видимо. Что касается сопутствующих товаров, в структуре ваших доходов, какой процент занимает именно сопутствующие товары, как вы сказали, игрушки, да, там шампуньки всякие, да, что еще вы продаете? У нас, да, игрушки, вот такие маленькие машинки Мажерет, у нас детская косметика Биолан, вот такой гипоаллергенный специальный для детей, шампунь и гель для души, у нас Паул Митчелл для взрослых и для детей, вот такой очень хороший уровень там шампуня, аксессуары для волос, очень много вот таких заколки, опадки, резинки. Значит, шампунь, аксессуары для волос, игрушки, да, вот это ваши сопутствующие товары, сколько они вам приносят дохода, если приносят? Ну, приносят, приносят, приносят. Значит, зачем бы вы их держали? Ну, наверное, я просто думаю, это где-то 8%, наверное. 8%? Да. Ну, это вполне, вполне такая ощутимая, да, лепта в общий доход. Хорошо, записываем. Друзья, записывайте, кто вам даст еще такой мастер-класс, кроме как человек, который практически с нуля основал подобного рода предприятия, и, в общем, скорее всего, да, этот рынок будет развиваться. Как вы думаете? Каковы перспективы именно этого сегмента? Ну, я вижу, что он развивается. Это почему я думаю, сейчас очень важно, чтобы мы сейчас быстрее развивались. Ну, точно интересно, если смотреть по интернету, я почти каждый день там делаю поезд, детский, парикмахерский, чик-чик, там то, что люди пишут по блогам, мне очень интересно. Почему-то можно сказать, что только пишут о нас. Если делать детский парикмахерский какой-то другой в Москве, очень-очень мало написано о них. Почему-то чик-чик как-то уже, я сказала бы, на первом месте. Ну, друзья мои, у вас есть возможность, это первое место, как-то подойти поближе к нему. Сейчас мы вам тут сгенерируем несколько конкурентов, что, конечно, сработает на общее продвижение рынка. Это хорошо. Ну, это не все так просто, потому что, я думаю, есть очень мало людей, которые будут целый год работать и терять деньги, на самом деле. Ну да. Но с помощью ваших рекомендаций, может быть, удастся сократить этот период там месяцев до трех-четырех. Но надо быть готовым к тому, что действительно целый год можно терять деньги. Это действительно важно, потому что если вы по 150 тысяч платите аренду каждый месяц и теряете деньги, да, то, в общем, это серьезное испытание и для вашего кошелька, и для ваших нервов. И человек должен быть готовым активно работать, потому что, я думаю, в России особенно очень много людей там открывает бизнес там и вообще больше не занимается. И здесь я все-таки несколько дней в неделю нахожусь в салоне, отвечаю телефон, и заказы работаю, говорю с клиентами. Я думаю, это очень важно. Вы сказали, что почему-то в России очень многие стартуют бизнес, а потом им не занимаются. Это ваше личное наблюдение? Ну да. Мне просто кажется, что особенно вот такой бизнес, когда это как-то с тетьми связано. Я думаю, очень много вот таких, ну, богатые женщины, муж им дают деньги, открываются, и они, ну, несколько время как-то веселые. Развлекаются. Да, и тогда просто, я думаю, и тогда после этого как-то немножко бросают. Ну да, это обычное, в общем, дело. Или салон там, дорогая, что бы ты ни нудила, на тебе денег, открой себе салон и развлекайся. Да, пусть это будет твоя такая маленькая бизнес-игрушка. Пока деньги идут со стороны мужа, да, этот бизнес работает. Как только источник иссякает, бизнес, естественно, начинает ломаться. И с детскими проектами такая действительно тоже бывает история, к сожалению. Спасибо за исчерпывающий ответ. А вообще, в принципе, что вы думаете по поводу российских бизнесменов, которых вы видели? Есть ли у них некоторые отличия от подобной же категории граждан американских, например? Есть ли некая специфика в российском предпринимателе? На самом деле, мне очень трудно ответить этот вопрос, я не знаю. Мне кажется, может быть, 10 лет назад, да, но сейчас, я думаю, бизнесмен – это бизнесмен. Если в Москве, если в Америке, сейчас, мне кажется, большая разница нет. Единственное, в России просто побольше все-таки проблемы в бизнесе. Какие бы проблемы вы выделили? Это может быть не лично у меня, но я просто знаю, я просто наблюдала, что, ну, там, ну, разное, ну, как мы говорили по поводу аренды, ну, я думаю, это очень часто в ритейл вот такая проблема, что могут неожиданно там поняться аренду, аренды дорогие. Ну, я думаю, типа, вот такие проблемы очень часто бывают. Кстати, что касается аренды, вы же наверняка в курсе, сколько подобного рода помещения может стоить, ну, не знаю, в Нью-Йорке, например? Конкретно нет, но как будто меньше. Меньше на сколько? Прямо вот в два раза или там на сколько-то там процентов? Вы знаете, я не знаю, потому что я никогда не работала в Америке, мне трудно сказать, но мне говорят, что меньше. Что касается продвижения в сети, да, мы этот вопрос затронули, но так его не доразлили, а это очень важно. Вы сказали, что вот тот салон, который работает не в проходимом месте там в Капитуле, да, а на Большой Экиманке, в основном туда люди приходят через сеть, да? Ну, это очевидная, в общем, вещь. Это означает, что вы хорошо работаете именно в интернете, да? Здесь любопытно, как работаете, то есть какие методы продвижения наиболее эффективны по-вашему, во сколько вам это всё обходится, во сколько там рублей, во сколько времени. Вы знаете, на самом деле, на самом деле не очень дорого. Самое эффективное, это всё-таки в поисковом системе, когда люди делают поиск детской парикмахерской. Контекстная реклама. Контекстная реклама. Это самая эффективная и недорогая. Сколько в месяц вы тратите на контекстную рекламу? Может, 10 рублей, 10 тысяч рублей в месяц. 10 тысяч рублей. Так, это мы добавляем в расходы, плюс к тому, что мы говорили в первой части нашей программы, так что считайте, если что, значит, 10 тысяч, да? Работа с социальными сетями, сообществами приносит ли дополнительных клиентов? Я думаю, оттуда мы не получаем новые клиенты, но иногда просто те клиенты, которые у нас уже были, там входят на нашу страницу на Фейсбуке, например, и пишут что-то, ну, какой-то адзив, и как-то в этом смысле, я думаю, это полезно. Но мне не кажется, что особенно много клиентов прямо оттуда приводят, нет? Это все-таки контекстная реклама. Ясно. Значит, в основном поток клиентов с контекстной рекламой, да, в основных наших поисковиках. Ну, и плюс сарафанная радио, которая работает, да? Блоги. Блоги. Это, да, это, естественно, бесплатно, но очень-очень много адзивов в блогах, и вообще очень интересно читать, потому что, ну, особенно, большинство все-таки очень позитивные. Ну, бывают какие-то, ну, какие-то негативные, какие-то комментарии, и это тоже интересно на самом деле, потому что вот так мы можем как-то что-то лучше делать. Так, хорошо. В принципе, все более-менее, более-менее понятно, как, если что, открыть подобного рода предприятие. Вопрос следующий. Дети, которые к вам приходят. Вот когда я готовилась к программе и рассказывала своим коллегам о том, кто к нам сегодня придет, просвещала там такая реплика со стороны моей подруги. Реплика следующая. Да, наверняка, такая парикмахерская, вероятнее всего, привлекает тех родителей, дети у которых с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью. Потому что вот именно эти дети, то есть все нормальные дети, они, конечно же, в обычную парикмахерскую вполне пойдут. А вот все такие дети, которых там сейчас всех припечатали, если ребенок там подвижный, то он сразу, значит, у него синдром гиперактивности, ну, и дефицит внимания. Это же коллеги у нее дети есть? Да. Ну, правда, уже взрослые. Она уже забыла просто, как это все. Ну, вот я поэтому хочу спросить, что касается детей, которые к вам приходят, они что, действительно там какие-то с разными... Я, честно говоря, во все эти синдромы вообще не верю, если что. Нет, у них все разные. Дети, это все-таки дети. Просто очень тяжело, мне кажется, для маленького ребенка там минут 20-30 посидеть на стрельшку в обычном салоне. у нас большинство все-таки клиентов где-то в два года, я сказала бы, а в два года... А в два года детям вообще очень тяжело как-то сидеть на месте. Даже если... Какие-то особенные проблемы нет. Просто моему младшему сейчас два года и три месяца, он вообще там просто бегает, как измещение. Понятно. То есть основная цивая аудитория это два плюс. Ну, два плюс. Хотя у нас бывает даже гораздо моложе. У нас самому маленькому клиенту было 4 месяца. Да. 4 месяца. Господи, а ему-то что там, стричь? Бывают очень вот такие волосатые дети. Очень часто годик, первая стрижка. Ага, ага. Первая стрижка. У нас диплом первой стрижки, мы даем там диплом, первый ряд волос. Ну, у вас в России как-то принято там годик, как-то все идут первый раз. Знаете, у нас в России тут до недавнего времени, я не знаю, надеюсь, эта традиция постепенно отомрет. Есть, я знаю, о чем вы говорите, есть. Подстричь наголо, даже если это девочка. Ужас вообще. Нет, это очень жалко. Бывает, может быть, я чуть меньше это вижу сейчас, чем когда мы открылись, но действительно очень жалко, когда бывает в годик, девочка уже видно, что девочка. Да, ее, да. И были несколько, некоторые случаи, и опять этот момент, где клиент всегда прав, потому что я настараюсь, ну, я говорю, вы точно хотите, они хотят, хотят. Хотя я не знаю, откуда, это действительно какая-то русская традиция. Да, причем она не имеет никакого под собой основания. Конечно же, количество луковичек, которые заложены уже там, они никаким образом, больше их не станет, если вы пострижете своего ребенка наголо. Но вот эти вот лысые девочки, годовалые, в красивых платьях, это очень-очень частно, даже сейчас бывает. Да, ну ладно. Вот что касается русского менталитета. Что вы до сих пор не можете, несмотря на то, что вы 16 лет уже здесь, что до сих пор для вас остается, ну, знаете, так из области, в кавычках, загадочной русской души, в которую я, честно говоря, тоже не верю, вот, мне кажется, это какие-то измышления из другой области, ну, вот что вы до сих пор не можете никак принять? Мне как-то все еще очень странно, например, в октябре месяце, когда, ну, как-то немножко прохладно становится, но еще, я не сказала, холодно, и уже маленькие дети ходят в комбинезонах, в шапках. У меня, я просто думаю, если в октябре, вот так, когда в январе, когда минус 20, что они одевают, я не знаю, и все там одевают там сразу же шапки, у меня дети вообще бегают там без шапки, без всего. И тоже, например, после стрижки там обычно мы не моем волос детей, потому что они это не любят. Мы просто брызгиваем с водой, стрижку делаем и сушим. Но, в принципе, волосы почти сухие, там нечего сушить, но все родители очень внимательно, а, здесь немножко мокрые, мы сейчас идем на улицу, заболеет ребенок, а это я не понимаю. А самое прикольное, когда ребенок в комбинезоне в октябре спускается в метро, ну, да, и мама там, например, она снимает с себя шапку, ну, в ряде случаев и не было там никакой шапки, она, конечно же, распахивает там шубу или что там на ней надето, но ребенок стоит такой весь красноморненький, такой уже весь такой пух-пух-пух. Это ужас, потому что я, на самом деле, думаю, что дети больше болеют, когда они вот так вот эти плодят. Да, то есть, естественно, они там перегреваются, у них, видимо, нарушается, там вообще просто, видимо, там метаболизм, они там потеют и так далее, так далее, да. Ну, то есть, это я не сумасшедшая, то есть, я это вот просто замечаю все время и думаю, вот это я одна так вот на это все реагирую или нет? У вас, наверное, американская душа, потому что в России это все вы такие, все. Не-не, у меня вполне русская душа, хотя в Америке немножко пожила. Ага, видите? Да-да-да, ну, это уже после института, так что формировалось в принципе все здесь. Хорошо. Что вас удерживает здесь? То есть, вы здесь 16 лет, это означает, что несмотря там на надетые в октябре шапки на детей, вам здесь нравится, правда? И что это? Ну, знаете, интересно, потому что, я думаю, бешеные иностранцы, которые живут в Москве. Какие иностранцы? Что-что? Какие иностранцы? Я сказала обычные иностранцы. Бешеные? Не-не. А обычные? Какие? Обычные. Обычные, те, которые здесь живут. Может быть, бешеные тоже. Не-не, прозвучало именно так, что-то. Иностранцы, которые живут в Москве, очень часто, когда они долго живут, все больше и больше как-то находят вещи, которые им не нравятся в России. А у меня как-то наоборот. Мне все больше и больше нравится. Ну, детям здесь очень хорошо. Сперва русские очень любят детей. Когда много детей, когда четверо, людей просто очень приятные здесь. Для нас это редкость, к сожалению. В отличие от Америки, для нас это такая редкость. А в Америке они просто думают, почему эта женщина рожала честь перед детей. Они просто не могут понять. А здесь, наоборот, все как-то смотрят, улыбаются, все такие как-то комплименты дают. В Америке они не вот так. Я не знаю, мне просто как-то все больше и больше нравится России. На самом деле, у меня русские корни. У меня бабушки и дедушки все русские. У меня папа русский православный священник в Америке. Может быть, как-то это тоже влияет. Я смотрю на вас и понимаю, что вообще-то у вас лицо совершенно русское. Но ведь правда. Наверняка, когда вы спускаетесь там куда-нибудь в бедро, никто вас не... Документы у меня не спрашивают. Да, у вас совершенно действительно русская внешность. На самом деле, это интересно, потому что, да, действительно, внешность русская. Но когда я начинаю говорить больше, чем два слова, понятно, что иностранки и выражение людей на летах просто как-то меняются. Они сперва думают, что я русский, тогда не понимают, тогда думают, здесь при Балтике откуда-то. Да, тоже вариант. Не, ну здесь просто интересно же. Здесь интересно, когда-то, конечно, уедем, но здесь я просто вижу лично для себя в бизнесе очень много возможностей. Где еще я буду это делать? В Америке уже есть вот такой бизнес. Можно было бы, может быть, во Франции тоже самое. Но в России как-то более интересно, покажет. И опять с детством хорошо, потому что мой старший сын играет в футбол на русской, там, юношной команды. Там мой третий ребенок, ему 7 лет, тоже пошел в этот клуб играть. Моя дочка занимается гимнастикой спортивной на хорошем уровне. Но им все как-то здесь хорошо. Можно я такой, ну почти интимный вопрос, задам. Если хотите, не отвечайте. Вот вы сейчас перечислили, что старший ребенок ходит в футбольный клуб, средний тоже, девочки в гимнастике. Наверняка вы не очень много денег тратите на это, правда? Не очень много. Сколько бы вам это обходилось, если бы все это происходило в Америке? Я просто знаю, сколько стоит отдать ребенка в футбольный клуб, такой хороший, и сколько должны за это отдавать родители? Вы знаете, честно говоря, я не знаю. На самом деле футбол, мне кажется, я знаю больше всего, как это во Франции происходит. На самом деле во Франции, если там у ребенка хороший уровень, тогда это не очень дорого. В гимнастике, мне кажется, в Америке, я просто слышала, что там действительно тренеры очень дорогие. Просто у нас же, вы, наверное, тоже знаете, у нас принято ругать Россию, даже если нет никакого повода. То есть мы с утра до вечера сидим, и, как сказал мне один знакомый на стране, слушайте, как вы думаете, что у вас все наладится, когда вы с утра до вечера сидите на своих кухнях и ругаете свою собственную страну? Вы думаете, как-то это поможет? Правда ведь, да? Да-да. Да, есть же такое дело, вы же не замечаете, да? А мне кажется, что это действительно неправильно. И вот, например, в этом моменте, если у вас четверо детей, я вам точно говорю, что Россия, Москва, по крайней мере, это, конечно, разные вещи, Москва и Россия, но в Москве вы можете найти огромное количество почти бесплатных секций, почти бесплатных клубов, почти бесплатных дополнительных способов образования для ваших детей и вашим детям действительно будет хорошо. И вы не потратите такое огромное количество денег, ресурсов, ваших возможностей, как это было бы, например, если бы эти четверо детей были у вас где-то там. Я согласна. И тоже, мой младший только что пошел в русский детский садик, как-то старшие дети ходили в французский садик, а младший пошел в русский детский садик. И опять, тоже уровень хороший, но в Америке это было бы гораздо дороже, конечно. Да, в Америке, по-моему, от 1000 долларов начинается садик, да, такой скромненький? Ну, мне кажется, это дорого. Единственная здесь проблема, что в Москве очень сложно, ну, пробки, все занятия на разных местах. Мы сейчас, у нас один водитель там помогает там после школы вести детей на занятия, он уже не справляется. Если ехать там в служниках, до Олимпийский проспект, обратно, обратно, это просто очень тяжело, это проблема в Москве. Да, это действительно проблема, логистика действительно проблема. Но вот что касается все-таки занять детей, то, знаете, дамы и господа, я бы поблагодарила Бога за то, что мы с вами живем в Москве в этом смысле. Я вот тоже, по-моему, говорила, там, пример моего собственного сына, да, который четыре раза в неделю занимается там хоккеем, например, там, да, и два прекрасных тренера там вкладывают в этих пацанов там всю душу, причем там бесплатные коньки, ну, даются на сезон, бесплатная вся форма, и мы, по-моему, платим за это, по-моему, тысячу рублей в месяц. Тысячу рублей, это 30 долларов, это вообще ничто по сравнению там с аналогичными проектами. И действительно, тренеры просто очень хорошие, они такие хорошие здесь, на моем, я просто очень... То есть люди не за деньги, в общем-то. Не за деньги, они, я вижу просто там тренеры по футболу, там, по гимнастику, они просто видно, они любят, что они делают, они, как вы говорили, там, с хоккеем, они просто как-то все делают для того, чтобы там ребенок развивался, и... Да, и попробуй поищи это где-нибудь еще. Так что у нас... У нас не так все плохо, у нас во многом очень хорошо. Да, давайте вот все-таки я этот момент все-таки так вот еще опа, зафиксирую. Вот, это касается не только спорта и там художественного, и музыкального образования, вообще развивающего. Ну, в общем, можно найти. Давайте вот еще одну тему мы поднимем. Эта тема, я думаю, интересует не только женщин, которые нас слушают, но и мужчин. Как вы правильно сказали, к сожалению, у нас не так много успешных женщин, вообще успешных семей, у которых много детей. То есть сейчас вроде как их количество увеличивается. То есть это тренд сейчас. Мне даже кажется, что, может быть, это не так хорошо, потому что детей стало много иметь модно вроде как. То есть может быть, женщина-то и семья не готова иметь такое количество детей. Не надо. Ну, вроде как модно. Деньги есть, давай рожать. Может быть, это неправильно. Но с другой стороны, все равно радует. Вот. Тут возникает важный момент. Как совместить свое собственное предприятие, свой собственный бизнес, да, если он есть у женщины, или это семейный, бизнес с четырьмя детьми. Как вы это делаете? Слушайте. Вы знаете, я думаю, есть плюсы и минусы, когда это свой бизнес. Потому что, с одной стороны, ну, как я раньше говорила, нужно много работать, но я не каждый день должна быть прямо там в салоне. Очень много сейчас можно мобильный телефон, компьютер, можно делать везде. Свободный график плюс современные технологии. Но этот свободный график, это тоже иногда нехорошо. Потому что, мне кажется, мужчина имеет свой бизнес. И тоже самое четверо детей. Он уходит утром на работу и приходит обратно вечером. Даже если это свой бизнес, никто не будет его спрашивать, там, ехать на затренировку, там, забраться ребенка, к врачу поехать. А когда у женщины свой бизнес, как-то семья все еще думает, что она может все делать. И выходит, что кроме там работы, выходит, что дома ты делаешь, даже если хорошая няня, там, водитель помогает, в любом случае, ты делаешь почти, ну, очень много дома, в любом случае. Вы вынуждены все-таки совмещать по полной программе, да? То есть, да. А мужу нельзя объяснить, что, слушай, дорогой, как-то вот, он же все-таки француз, говорят, что французы вполне понимающие относятся к такому развитию событий. я как-то, иначе, ну, как-то русские женщины все время там говорят, русские мужчины, а, не помогают, это нельзя. Может быть, это зависит, сколько возраст, думаешь, я не знаю, какое поколение, но мне кажется, мужчины, это мужчины, они все-таки меньше помогают. Они в Африке мужчины. То, что французы, ну, я надеюсь, что мои мужи не будут это слушать, то, что французы или русские, все-таки мужчины почему-то думают, что они могут уйти на работу, и все, никто не должен их беспокоить, и все. Я работаю. Я работаю. Да, я работаю, а почему-то, когда мама работает, мы все тут пятеро маме трезвоним, решая наши вопросы. Да, да. Ну, такая вот. Я думала, вы сейчас что-нибудь такое оптимистичное скажете, но с другой стороны. Ну, я просто хочу, как пример, муж часто езжает в командировку, он уезжает в командировку, но он знает, я дома, я буду все делать, но если я куда-то уезжаю, мне нужно взять няню круглосуточно, потому что ребенок все еще просыпается младшей ночью, круглосуточно там няню взять, чтобы все как-то помогать, сделать. Ну, да. Некоторые вещи не меняются, правда? Ну, я думаю, может быть, и начинает меняться, но пока как-то с трудом, туговато как-то идет, да? Да. Расскажите про ваших родителей. Мои родители. Ну, как я говорила, они оба русского происхождения, там у мамы, ее родители уехали из России во время революции, через Францию, тогда в Канаду попали. И мой папа родился в Польше, там тоже русская семья, и он поехал в Америку, когда ему было 8 лет. Как я говорила, там русский православный священник, у нас у него приход там пригороди в Нью-Йорке, на Лонг-Айленде. Очень много там русских. Да, там большая диаспора, это, в общем-то, да, всем известно. Почему вы все-таки решили изучать именно русский, французский язык как профессию? Ну, понятно, что вы изучали русский язык, ну, потому что русские корни, да? Но выбрали это как профессию. Почему? Вы знаете, на самом деле ответ мне такой интересный. Французский я ехала в последний год среднего школы, я училась во Франции там год. А когда пошла в университет, на самом деле я не знала, что я хотела делать, на каком факультете учиться, и просто вот так, я просто сказала, русский язык, французский, просто как-то уже... Это не было, потому что я собиралась там работать на самом деле как переводчиком, или как-то... Просто вот так вышло. Как-то вот случайно, да? Случайно. Как кажется, случайно, как многие вещи в нашей жизни, потом начинают каким-то случайным образом складываться именно в тот пазл, который на данном случае сложится. Мария, у меня остался еще один последний вопрос. Это фирменный вопрос нашей программы практически всех, да не практически, а всех гостей. Я в конце спрашиваю, для вас последние 10 лет в России нулевые в России. Что означают? В одно слово, пожалуйста, сформулируйте. Причем мне ваш ответ наиболее интересен, потому что все-таки вы человек, не родившийся здесь, и вполне способный оценить все, что здесь происходит, как бы все-таки со стороны. Ну, то есть, ну, понятно, что это ваша вторая родина, русские корни, вы 16 лет здесь, но все-таки, все-таки со стороны взгляд наверняка сохранился, правда? В последние 10 лет в России. Да, нулевые в России в одно слово, и сформулируйте почему. А где я не очень поняла? Ну, я вам сейчас объясню. Смотрите, у нас такой словарик, от каждого гостя мы в этот словарик вносим одно слово. То есть, человек, например, говорит, что для меня нулевые в России это развал. Я считаю, что в России там все развалили. Или кто-то говорит, что я считаю, что это расцвет, или это ступень, или это возможность, или еще что-то. Одно слово только, Но емкое, которое для вас аккумулирует вот все, что вы думаете произошло за последние нулевые годы. Ну, как в словаре, знаете. Фразу можно или только слово? Лучше слово. Подумайте, я потом... Я только могу сказать, мне кажется, за последние 10 лет здесь очень много меняется и в то же самое время не меняется. Меняется и не меняется. Ну, запишем так. Хорошо, тогда у меня самый-самый последний вопрос. Что не меняется? Хорошо бы, чтобы поменялось. Ой, как... Вы знаете, как иностранец, я думаю, лучше не лезут в таких вопросов. Нет, я не готова. Но я думаю, все знают, здесь очень много, но с точки зрения там политики, меняется, не меняется. Я думаю, здесь понятно. Да уж, честно говоря, даже немножко обидно, что так понятно, о чем вы говорите. Спасибо вам огромное за то, что пришли к нам сегодня и поделились действительно практически ноу-хау вашего бизнеса, пока еще небольшого, но будем надеяться, что вы осуществите вашу концепцию. Как минимум 10 салонов в Москве и хорошая франчайзинговая сеть по всей России. Спасибо. Спасибо. Это была программа «Они сделали это», и сегодня в программе «Они сделали это» была основательницей владелица сети детских парикмахерских Чик-Чик Мария Мегрелис. С вами была Елена Лихачева, с вами прощаюсь до понедельника. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова